Большая помощь маленькому другу. Завтра, 27 февраля, в Мегамоле пройдет благотворительная ярмарка бездомных животных. С 12 до 18 часов кошки и собаки будут ждать своих потенциальных хозяев. Это у нас Мирон. Мирон у нас кот уже взрослый, ну, также где-то порядка 5-6 лет. Кот, конечно, шикарный. Он самостоятельный такой, он в том числе, видите, как бы он и ласковый. И все, он просто производит такое впечатление, потому что он такой здоровый, он такой серьезный, да. Но в то же время очень ласковый, потому что явно, конечно, был домашний. Мирона нашли в северо-западном районе города Чебоксары. Почти все лето он скитался по улицам. И его взял под опеку благотворительный фонд «Усатый и полосатый», как и ровесницу Мирона Стешу. Она явно была домашняя. И очень девочка ласковая. Но вот, к сожалению, за это время на нее никто не обратил внимания. Она подойдет для людей, которые хотят, чтобы котик рядом лежал, да, там, урчал. То есть ты мог его погладить. Потому что она достаточно такая человекоориентированная. Но считаю, что она у нас одна из тех, кто больше всего заслужил уже наконец-то домой уехать. Вот уже два года Стеша живет здесь. Кошечку нашли в подъезде. У нее не работали задние лапки. Оказалось, у Стеши диафрагмальная грыжа пережала нерв. Ее прооперировали. Сейчас она здорова. А вот этой маленькой девочке всего лишь три месяца. Ее нашли совсем недавно. Какие-то нерадивые хозяева выбросили на улицу в мороз. Вот этот вот милый пушистый комочек. Вы только посмотрите на эту красивую мордочку. Возможно, она станет частью именно вашей семьи. Все обитатели этого котодома в прошлом домашние. Но, видимо, стали не нужны своим хозяевам. И от них отказались. Выбросили на улицу, как старую игрушку. В чем их вина, пушистые до сих пор не понимают. Без еды, без воды. Поверьте мне, когда вы выкидываете своего питомца на улицу, мотивируя тем, что это кошка, и она все равно найдет пропитание, это неправда. Домашнее животное, выкидывающее, которое оказывается на улице, в течение максимум года оно погибает. Это максимум. Это еще хорошо, если где-то кто-то кому-то приткнется. По большей степени это происходит намного быстрее. Особенно, когда их выкидывают в морозы. Очень любят у нас, как мороз, так пошли у нас котят по подъездам. На выставке мечтают найти свою семью и воспитанники пункта передержки. Берн появился здесь два года назад. Его нашли лежащим на снегу у дороги. Берн был ранен, его спасли. Теперь этот добрый и ласковый пес живет здесь, как и все воспитанники приюта. Сейчас их более 500. Мы уже вроде цивилизованные люди, поэтому должны уже более цивилизованно относиться к тому, кто рядом с нами. И, соответственно, понимать, что собака тоже требует той же заботы, любви. Ну и, во всяком случае, она доверяет и дружит с вами. Значит, соответственно, нужно доверять и дружить с собакой. Если вы давно хотели обзавестись четвероногим другом, но не знали, где его найти, ярмарка-пристройство как раз для вас. Благотворительное мероприятие развернется на цокольном этаже мегамола. Вход на ярмарку свободный. Если нет возможности приютить животное, но вы хотите помочь, приносите корма, крупы, консервы, поводки, ошейники, ветпрепараты. Здесь будут рады любому участию.